Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на нашем вебинаре «Правильный понедельник», который посвящен ключевым фундаментальным событиям прошлой недели. Прежде чем двинуться дальше, давайте проверим качество связи и картинки. Как меня слышно и нет ли проблем с изображением. Если все нормально, можно поставить плюсики в общий чат, и я пойму, что стоит двигаться дальше. Большое спасибо, Николай. Сергей, вам тоже отдельное спасибо. Обратная связь есть, значит, с техническими, скажем, нюансами все нормально. В любом случае, если возникнут проблемы по ходу самого вебинара со звуком, либо с изображением, имейте в виду, что мне нужно будет об этом сразу же сообщить. Соответственно, попробую исправить и вернемся снова в комнату и продолжим освещать и анализировать тот новостной фон, который сложился у нас. Поговорить нам действительно есть о чем, поскольку прошлая неделя оказалась довольно-таки интересной. Нельзя отметить то, что события смогут иметь какое-то резонансное воздействие на динамику инструментов. Но все-таки мы с вами стараемся анализировать преемственность фундаментального фона. И понимая, с чем мы завершили, собственно, прошлую дистанцию торговую на 5 торговых полноценных дней, мы знаем, как действовать дальше, поскольку события все-таки меняются. Но не меняются в целом наши спекулятивные ожидания, которые предполагают все-таки неизбежное и очень скорое повышение оставок в США, что чревато, конечно же, потерями для рисковых инструментов и, я надеюсь, очень неплохой поддержкой для доллара. Прежде чем мы, конечно же, подберемся к декабрьскому заседанию ФРС, у нас есть еще одна тема политического характера – это выборы в США. Я думаю, что она также будет весьма интересной не только для фондовиков, но и для тех трейдеров, которые спекулируют валютой, потому что, как ни крути, но на всей этой, скажем, политической перетасовке, которая идет, конечно же, будет завязан доллар. Мы следим за этим новостным фоном. Те, кто отслеживает, опять же, новости нашей компании, следит за аналитикой, знают то, что совсем недавно мы опубликовали релиз, макроэкономический отчет тех активов, которые могут быть интересны, опять же, при различного рода сценариев, то есть победа либо Хиллари Клинтон, либо Дональда Трампа. Если вас интересует фондовая секция и волнует вопрос, что будет с долларом, я рекомендую вам зайти, опять же, в наш аналитический раздел и найти эту статью, чтобы ознакомиться, что, в принципе, можно ожидать и на что стоит настраиваться. Ну а теперь давайте все-таки поговорим о том, что у нас было на прошлой неделе, какие отчеты стали наиболее интересными, как они повлияли на нашу с вами каждодневную спекулятивную деятельность. Евро начал прошлый, опять же, понедельник, да и в целом, можно сказать, начало недели, понедельник, тормит, довольно-таки бодро. Мы видели локальное восстановление против американцев на 50 пунктов. Ключевой идеей для рынка было приближающееся заседание Европейского Центрального Банка. Конечно же, по ставкам никто и не рассуждал, могут ли быть изменения или нет. Все знали, что ставки не пересмотрены, они останутся на прежних уровнях. Но вот куда больше интерес изначально, конечно же, вызвала пресс-конференция председателя Европейского Центрального Банка Марио Драги, потому что только он может пролить конкретный свет на перспективу денежно-кредитной политики. И сейчас, опять же, перспективы ДКП Еврозоны имеют очень важное значение, поскольку буквально некоторое время назад те, кто отслеживает, опять же, Европейский новостной фонд, столкнулись, наверное, с таким новостным подходом со стороны СМИ о том, что ЕЦБ может свернуть действующую программу количественного смягчения. Я, в целом, не нашел каких-либо серьезных сигналов этого, хотя старался, поскольку своей задачей каждодневной я оставлю освещать весь этот таллий новостной фонд, который на рынке фигурирует, чтобы у вас был точно такой же средний или, по крайней мере, долгосрочный взгляд того, что может произойти с активами, которые особенно представляют интерес для нас. Но обо всем давайте поговорим подробнее. Европейской валюте на прошлой неделе оказали поддержку данные по индексу потребительских цен. Цен еврозоны – это очень важный отчет, умирять его значение точно не стоит, поскольку, если говорить системно, именно низкие значения по инфляции и стали ключевым фактором, из-за которого Европейский центральный банк пошел на беспрецедентные меры экономического стимулирования. Говоря про отчет, который мы анализировали на прошлой неделе, индекс потребительских цен в месячном выражении прибавил 0,4% против прошлого 0,1%. То есть здесь серьезный прогресс. В годовом выражении индекс остался на прежнем уровне, 0,4%, но это все равно довольно-таки высокое значение, которое явно контрастирует с теми уровнями, которые мы наблюдали в начале 2016 года. То есть инфляция реально растет. Конечно же, факт увеличения и роста индекса потребительских цен – это тот самый сигнал, который снижает вероятность новых экономических стимулов со стороны Европейского центрального банка. Но вот с другой стороны, не нужно обольщаться по поводу этих цифр. Мы все прекрасно понимаем, что истинная причина – это не активизация и не рост потребительской активности, который связан с динамичным восстановлением экономики. Истинная причина – это рост ценной энергоносителей. И если тут провести такой локальный разбор полетов, мы сможем убедиться в том, что базисы, которые стали факторами поддержки для нефти, не такие уж и серьезные. То есть они в любой момент, этот фундамент может пошатнуться и обеспечить коррекционное будущее для котировок нефти. И как только это произойдет, снижение цен на энергоресурсы будет уже в обратном ключе действовать на индекс потребительских цен. То есть от былого роста инфляции ничего не останется, если она базируется на, опять же, энергетической конъюнктуре. И, в частности, по еврозоне индекс СНОК уползет к нулевой отметке. А может быть даже, кажется, на отрицательной территории, то есть в зоне дефляции. Если это кого-то удивляет, я хочу, чтобы вы особо не удивлялись. Потому что у нас уже неоднократно были прецеденты, даже не только в рамках еврозоны, а по отдельным регионам. Мы знаем то, что инфляция может находиться на таких рубежах. И, к сожалению, вот как показывает практика деятельности развитых стран и тех инструментов, которые они задействуют, конечно же, эти стимулы пытаются разогнать потребительскую активность. Но до целевых значений, в 2%, которые поставлены, в том числе, Европейским центральным банком, еще очень далеко. Еще раз повторяюсь, годовое значение 0,4. Это лучший результат за последние множества месяцев. Но это еще очень и очень далеко от той цели, которая маячит в районе 2%. Еще одним фактором повышенного спроса на евро в начале прошлой недели выступило ослабление американской валюты. Что, честно говоря, было довольно странно, поскольку мы имели возможность отследить и проанализировать комментарии вице-председателя ФРС Стэнли Фишера, который отметил, что американская экономика сейчас как никогда готова к повышению процентных ставок. То, что США близка к целевым показателям по занятости по инфляции и даже промедление с ужесточением монетарной политики может быть чревато экономическими рисками. То есть лучше не допускать целесообразности и необходимости резкого повышения ставок в будущем, а действовать постепенно. Постепенно действовать, что это значит, это в декабре уже снова поднять процентную ставку. Потому что в противном случае это будет равносильно еще одному потерянному кварталу и, собственно, может быть даже перегреву рынка. Что допускать сейчас американским монетарным властям точно не остоит. Также в начале прошлой недели вышел неплохой отчет по промышленному производству. Мы видели то, что в месячном выражении индекс прибавил на целых 0,1% против позапрошлого спада на минус 0,5%. Получается, вкупе с комментариями Фишера и довольно сильным отчете по промпроизводству по промышленности были основания ставить на укрепление американцев. Но вот у доллара была совершенно другая логика. Видимо, это было затишье перед полей. Но вроде бы доллар пока осопротивлялся в начале прошлой недели. И это использовали рисковые инструменты, собственно, сконвертировав его слабости в дополнительные стримостные пункты, которые им удалось прибавить. Что касается других отчетов, вот, в частности, во вторник мы с головой просто окунулись в статистику по инфляции. Сразу два очень важных для нас региона и очень важная статистика по индексу потребительских цен. В частности, американская инфляция прибавила 0,1%, добравшись до отметки 0,3%. В годовом выражении здесь прирост был еще более очевидный, поскольку мы ошагнули до планки 1,5% против прошлого показателя 1,1%. То есть, годовой прирост 0,4% – это серьезнейший прогресс. И если, опять же, верить в логике и тем рыночным ожиданиям, которые присутствовали на рынке, такой прогресс должен был бы стать фактором и базисом для колоссального роста американца против всех основных конкурентов. Но мы увидели укрепление позиций доллара, но этот рост был уже, скажем, современным лагом, его пришлось подождать до конца всей прошлой недели, а вот в моменте реакции не последовало. Причина, из-за которой индекс потребительских цен оказался на многомесячных максимумах, даже, можно сказать, на максимуме за последние два года, это сильные показатели рыночных продаж, роста зарпанных плат. Вы помните, что последний отчет по Non-Farm Parals, помимо, собственно, данных по количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, еще дал нам хороший сигнал роста зарпанных плат. Мы следим также параллельно за ценами на энергоносители и понимаем то, что рост стоимости на черное золото является еще одним разгоняющим фактором для показателей по инфляции. Поэтому в складчину все они создали условия для роста индекса потребительских цен. Мы с вами в этом не сомневались, особенно тех, кто вот каждый день смотрит брифинги, где у нас есть возможность в ежедневном формате анализировать весь новостной фон и все важные макроэкономические отчеты. Мы готовились к тому, что индекс потребительских цен вырастет и, собственно, дождались хороших цифр, которые серьезно подняли вероятность разгона, как о срочных процентных ставках под конец этого года. Если отметить, опять же, статистику FedWatch, которая анализирует фьючерсные контракты на повышение ставки, буквально до выхода отчета по инфляции, мы наблюдали цифру чуть выше 60%, ну, 65, если уже быть совсем точным. Сейчас у нас вероятность подобных изменений составляет уже около 70%, но статистики будет еще очень много. Если мы с вами сошлись на идее того, что решение по нормализации денежно-кредитной политики будет анонсировано в декабре, то есть до декабря у нас с вами полноценных нескольких месяцев важных релизов, каждый из которых способен серьезно повлиять на, опять же, решение ФРС по повышению процентных ставок. Но мы надеемся на то, что все-таки это решение, если изменится, то в сторону большей вероятности и целесообразности подобных корректив денежно-кредитной политики. И я не хочу сейчас закладывать, опять же, даже предполагать, что статистика может быть настолько разочаровывающей, что мы съедем, опять же, с высоких шансов на повышение ставок и будем говорить о том, что лучше это решение отложить, скажем так, до первого квартала, может быть, даже до середины 2017 года. Об этом даже говорить не хочется. Мы долго с вами ждали, целый год, и я надеюсь, что наши ожидания должны быть вознаграждены. Мы должны дождаться, опять же, решения по повышению ставок и должны получить вместе с долларом импульс, который позволит американцу вырасти и параллельно еще позволит реализовать наши с вами амбициозные цели, которые, в частности, мы продолжаем выращивать, к примеру, по паре доллара и японская иена. И хотим увидеть эту пару, ну, уж точно выше отметки 105 иен против доллара. Я снова возвращаю вас к прогнозам инвестиционных банков, в частности, вот любимый мой Морган Стэнли. По их предположению, если ставка будет повышена, то пара доллара и японская иена сможет достигнуть даже отметки 108 иен против доллара. Я не собираюсь спорить с таким более, может быть, даже амбициозным вызовом, потому что вполне возможно, учитывая то, что доллар еще не полностью дисконтировал потенциал подобных изменений денежно-кредитной политики. Что касается итогов, собственно, того, как евро отреагировал на статистику по США, по индексу потребительских цен, мы видели закрытие вторника на отметке 1,0979. Это стало очень важным сигналом для нас, потому что мы, наконец-таки, дождались пробоя поддержки 1,10 и стали поговорить о том, что вот он уже и технический фактор, который указывает на то, что мы с вами наблюдаем зарождение коррекционного тренда, который может завести пару евро-доллар гораздо ниже даже текущих значений, на которых мы вот наблюдаем ее сегодня. Что касается отчета по инфляции в Англии, здесь все в соответствии с ожиданиями. Рост в годовом выражении до 1% против прошлого 0,6%, в месячном выражении 0,2% против 0,3%. Небольшой спад, но все равно позитив, и здесь, в принципе, можно говорить даже про годовые значения. Вы помните, что у нас также были предпосылки, которые позволяли нам говорить о росте инфляции, и самый важный фактор – это резкая девальвация британской валюты. Вот с 23 июня фунт просил практически на 15%. Конечно же, видя то, что происходит с валютой в политическом ключе, мы давно делали ставку на то, что индекс потребительских цен будет расти. Сейчас дождались реализации наших предположений в цифры. Статистика активизировала покупки фунта и отправила его выше отметки 1,23. Локальный хай был 1,23,24. И я хочу, чтобы вы прекрасно понимали, что активизация покупок, опять же, на фоне хороших данных по индексу потребительских цен, была связана с ожиданиями хороших ручных продаж, потому что рост инфляции обычно сопряженный с активизацией потребительской активности. И еще на рынке стала появляться такая идея, что если инфляция растет так быстро, гораздо быстрее, чем прогнозировалось, то она легко может выйти за пределы целевого значения в 2%. А если она выйдет за пределы установленной ранее цели, то, возможно, Банк Англии будет вынужден изменять денежную кредитную политику, но только уже через повышение процентных ставок. Вот когда-то, давно, больше года назад, мы с вами обсуждали эту тему, даже ставили на укрепление фунта, из-за того, что верили, что Банк Англии сможет поднять процентные ставки. Но потом у вас случился вот этот политический форс-мажор, Англия теперь развивается в автономном ключе, понимаем то, что это не член Европейского Союза, и вообще неизвестно еще, чем вся эта история закончится. Потому что пока своего рода режим ожидания. Тереза Мэй, которая возглавляет, собственно, Англия, является премьер-министром, сообщила о том, что она инициирует 50-ю статью Лиссабонского договора полноценную дорожную карту выхода из ЕС только не раньше марта 2017 года. То есть у нас еще 5 месяцев, по сути, о спекуляции на тему последствий выхода окончательного из Европейского Союза и последствий на тему того, что Англия уже совершенно очевидно потеряет доступ к единому европейскому рынку. По крайней мере, таково решение Терезы Мэй, которая сделала ставку на четкий контроль миграции. Вот именно такая позиция с ее стороны стала причиной того повального снижения, которое мы наблюдаем по фунту против всех основных конкурентов. И в целом можно сказать, что фунт с тех пор, как рынок стал говорить о вот этих последствиях, потерял практически столько же, сколько и по факту референдума, который состоялся 23 июня. Но еще не вечер. Каждый раз, когда мы с вами облицовываем перспективы фунта, я напоминаю вам, что в истории было много прецедентов, которые позволяли нам, а сейчас позволяют говорить о том, что фунт может потерять еще больше. Потенциал 25% снижения. То есть, примерно больше 15% уже потеряли, но все равно больше 500 пунктов мы еще вниз можем с вами дождаться. Серьезная цель? Безусловно, серьезная. Особенно, если перевести ее в денежный эквивалент. Но эта цель, она, опять же, безусловно, оправдывает ожидания и базируется не на пустом месте. Мы имеем дело не просто с форс-мажором, мы имеем дело с фундаментальным событием без прецедентного характера. И трейдеры, которые сейчас торгуют британцам, понимают, что ничего хорошего в ближайшее время британцу от него ждать не приходится. И лучше бы присоединяться к этому каткосочному ралли, который может завести пару фунтовых гораздо ниже отметки 1.20. Я надеюсь, что вы находитесь в коротких позициях и не позволили никому переубедить вас в том, что фунт будет, точнее, фунт не будет снижаться, а будет расти. Он будет снижаться. Вот увидите. Из других отчетов и их, собственно, активов, которые представляют для нас интерес, это, конечно же, нефть. Во вторник вышел отчет по АПИ. Мы увидели по факту опубликованных цифр снова снижение запасов на 3,8 миллиона против прошлого роста на 2,7. И, собственно, спустя сутки, в среду, у нас вышел отчет также по запасу, но только уже от Министерства энергетики. Официальная статистика здесь еще более серьезный бычий сигнал. Минус 5,2 против прошлого роста на 4,9. Наше предположение о том, что мы с вами наблюдаем постепенный уход нефтеперерабатывающих заводов на сезонное техническое обслуживание, что станет причиной постепенного увеличения запасов. Пока не оправдались. Но я думаю, что пройдет еще неделя, ну, максимум несколько, и мы с вами говорить будем уже о цифрах со знаком плюс, что выступит еще одним фактором именно фундаментального давления на котировки бренда. Те, кто торгует этим инструментом, я думаю, что также глубоко анализируют ситуацию, которая сложилась сейчас в новостном порядке, и понимают то, что трейдерам можно делать ставку на рост, только отталкиваясь от ожиданий того, что 30 ноября во время очередной встречи представителей ОПЕК в Вене будут достигнуты договоренности по ограничению добычи. Но я надеюсь, то, что такой же глубокий анализ, который проводим мы каждый день в ходе наших брифингов, позволил вам не отказываться и от альтернативного сценария, точнее его рассматривать тоже этот альтернативный сценарий, предполагает, что никаких договоренностей достигнуто не будет, потому что все ключевые игроки, которые могут повлиять на фактические объемы добычи, продолжают из месяца в месяц наращивать долю производства, потому что, как и всегда, как это было для ОПЕК год назад, два года назад, пять лет назад, идея и посыл остается неизменным. Это максимальная экспансия на рынке энергоресурсов и увеличение собственной доли с последующим наращиванием поставок. Вот завтра мы поговорим с вами про актуальные цифры экспорта со стороны того же самого Ирана и Сауды-Скарани. И забегая вперед, хочу сказать то, что последние цифры говорят о том, что экспортные поставки основным партнером увеличиваются. И вот за последний месяц возросли больше, чем на 15%. Вернемся к рынку Форекс. Какие инструменты еще были довольно-таки интересными? Учитывая содержание экономического календаря, мы очень большую ставку делали на фунт. То есть, следом за инфляцией у нас был рынок труда. Здесь стоит говорить о том, что уровень безработицы остался на 8-летнем минимуме, 4,9%. Заявки на пособие по безработице 0,7% против прошлого 7 тысяч. То есть, хорошая цифра тоже. Заработные платы выросли 2,3% против прошлого 2,4%. Но хуже, конечно же, прошлого месяца. Но 2,3% это все равно прекрасное значение, особенно для такого политически слабого региона, как Англия сейчас. Эта статистика снова поддержала позиции британца. Но мы видели, как все-таки фунт при всем желании, но не мог позволить себе оказаться, к примеру, выше планки 1,2350. Потому что целостный тотальный фундамент он указывал и продолжает указывать на то, что фунт еще не видал своих минимальных значений. И вот пятница прошлая, когда мы видели снова возвращение пары в фунт управленной поддержке 1,2200, видим то, что и сегодня, хоть и растет, но периодически, опять же, мы наблюдаем резкие выпады вниз. Это подтверждение того, что медведи сопротивляются. Я думаю, что им точно хватит сил, чтобы продавить пару ниже отметки 1,2200 в самое ближайшее время. Сейчас, я так понимаю, котировки 1,2250. Ну, примерно так. Из других валютных пар. Доллар японская иена провалилась в среду до отметки 1,13-1,315. Возможно, это стало следствием снижения доходности американских трейжерис. Но здесь не стоит строить каких-либо предположений из-за того, что, опять же, доходности снижаются, поскольку трейдеры не верят в то, что ставка будет повышена. Может быть, опять же, снижение доходности – это следствие рыночных настроений, которые очень быстро меняются. Вот, к примеру, если закрыть глаза на то, что было на прошлой неделе, посмотреть на текущую динамику, вы сможете увидеть то, что доходности американских бумаг двух лет уже снова восстановились и находятся на своих многомесячных максимумах. И это уже более свежий актуальный сигнал того, что все-таки трейдеры готовятся к этому серьезному изменению, которое мы будем наблюдать вместе с прочими участниками рынка в декабре. И это, опять же, решение по повышению краткосрочных процентных ставок. Прежде чем перейти к четвергу, Европейскому центральному банку нельзя пройти стороной пару USDCAD, потому что, возможно, этот дуэт валютных активов показал одно из самых интересных и, на мой взгляд, крайне предсказуемых движений. Мы видели не совсем логичное поведение канадца на торговой сессии, собственно, среды, но потом логика восторжествовала. То есть те, кто, опять же, прислушивался к моей рекомендации касательно того, что канадцев, как ни крути, придется девальвировать свои позиции и слабеть против доллара, получили очень хороший профит. Потому что мы ставили на тестирование сопротивление 1.33, вы видели то, что локальный хай был еще выше. Но вот если подробно обрисовывать ситуацию, в чем мы не увидели логики с самого начала. Потому что после того, как Банк Канады опубликовал процентную ставку и обозначил крайне неутешительные прогнозы, канадская валюта окрепла. И, в частности, укрепление канадца это равносильно, собственно, снижению пары USDCAD. Поэтому, как только Банк Канады начал обещать о том, что они вынуждены пересмотреть прогнозы экономического роста, новостной фонд, который должен был бы обвалить канадца, стал причиной его резкой бодрости. И USDCAD, собственно, добралось до поддержки 1.30. И спустя 30 минут после того, как выступил Банк Канады, Минэнерго США опубликовал отчет по запасам нефти. Запасы, как я уже отметил, собственно, снизились. Они резко поддержали позиции нефтяных активов. И рост нефти, который должен был бы, по идее, укрепить канадца, напротив, выступил причиной его крайней слабости. Поэтому мы в моменте увидели, как пара USDCAD, ну, канадец потерял около 70 пунктов. И это было только начало, потому что сессия была закрыта на уровне локального сопротивления 1.32. По-моему, хай 1.3191. Ну, конец недели вы сами все прекрасно видели. У нас был уровень и 1.33 после этого, и мы даже оказывались выше планки 1.33 на 50. Если говорить конкретно по решениям, что мы слышали от Канады, в частности от регулятора Канады. Самое важное, на что сейчас стоит сделать ставку, это на то, что ВВП Канада будет слабеть, как ни крути. И причиной того охлаждение рынка недвижимости. То есть, между прочим, рынок недвижимости на фоне слабых цен на энергоносители долгое время оставался одним из ключевых бустов для национальной экономики. Но после того, как были внесены определенные изменения в систему, опять же, обеспечения ипотечного покрытия, в частности на рынке недвижимости, ужесточили условия страхования ипотечных кредитов, то мы, будем в перспективе ближайших кварталов, столкнемся с резким сокращением интереса к данному продукту. И это будет стоить экономике по скромным подсчетам данной целых 0,5% вот к 2018 году. Да, до этого еще стоит дожить, но мы понимаем, что каждый раз, когда канадская экономика будет терять по 0,1%, просто так ситуацию без контроля оставить не удастся. Трейдерам нужны будут гарантии, инвесторам прежде всего того, что ВВП получит должный буст и ускоритель для более стоящих показателей. И для того, чтобы этот буст на рынке появился, Банку Канады придется улучшить условия кредитования. Каким образом? Конечно же, снизить процентную ставку. Поэтому мы с вами каждый раз, когда возвращаемся к Канаде, знаем то, что Банк Канады – это один из регуляторов, который с большей толикой вероятностью, может быть, даже быстрее, чем какой-либо другой, пойдет на снижение процентной ставки. И как только мы с вами дождемся такого исхода, пара USDCAD сможет оказаться даже выше отметки 1,35. Это долгосрочная цель для тех, кому эта идея интересна. И те, кто также, как и я, оценивают очень слабые перспективы канадской экономики, понимают то, что смельчение экономической политики – это неизбежный шаг со стороны канадского регулятора, могут ставить, собственно, на еще большее ослабление канадского доллара против американца. И не забывайте, что здесь очень интересный фундамент связан еще и с поведением нефти самой. Мы ждем то, что бренд отобьется от своих локальных максимумов, на которых торгуются сейчас, вернется ниже 50 и окажет еще большее, более системное, может быть, даже более серьезное давление на канадскую валюту. Закрытие торговой сессии среды, в частности, немного я ошибся, не 1,3191, а 1,3225. И мы так благополучно подошли к заседанию Европейского Центрального Банка. Думаю, что останавливаться детально, слишком детально мы с вами не будем. Ставки ключевые остались непересмотренными, то есть процентная ставка на нулевой территории. Что касается ставки по депозитам, это минус 0,4%. А вот пресс-конференция Драги была довольно интересна, поскольку она спровоцировала такой диссонанс рыночных настроений, который тут же был конвертирован сначала в повышенный спрос на пару евро-долларов, а потом мы увидели то самое тотальное ослабление, которое, в принципе, продолжается и сейчас, если закрыть глаза на сегодняшнюю торговую сессию. Но тот откат, который мы видим на сегодня, это явно просто фаза консолидации, проторговки и, может быть, даже то восстановительное движение, которое базируется на технических факторах, но не имеет ничего общего с системным фундаментом. А под системным фундаментом я подразумеваю будущие экономические стимулы, которые остались весьма возможным и вероятным сценарием со стороны ЕЦБ. Самое важное, что мы должны были усвоить по факту выступления Драги, так это то, что программа количественного смещения сворачиваться в ближайшее время не будет, ее объемы сокращать не будут, поскольку цель по инфляции еще не достигнута. И я напоминаю вам последние прогнозы со стороны и Европейского центрального банка, напоминаю пятничные комментарии Ивальда Навотной, которые прогнозируют до конца этого года общий показатель по инфляции 0,2%. Сейчас он 0,4%, то есть допускается то, что он будет снижаться. И в лучшем случае это 1% к концу 2017 года. Но я думаю, что это слишком позитивный исход и сценарий, на который мы сейчас можем даже не ориентироваться. Но можем смело усвоить тот факт, что инфляция будет оставаться под угрозой, под давлением, и это станет причиной продления действия вот этих беспрецедентных экономических стимулов, которые сейчас актуальны для всего валютного блока. Поэтому наша идея продолжает оставаться актуальной. Наша идея основывается на, может быть, дополнительных стимулах со стороны ЕЦБ, которые хоть и придется подождать, но, уверен, мы дождемся. И эта идея связана с ослаблениями европейской валюты и последующими продажами вплоть до отметки 1,07%. Но ближайшая цель 1,08%. Из важных отчетов четверга еще стоит выделить данные по заявкам на посылку безработицы в США. 260 тысяч против прошлого 247 тысяч. Хорошая цифра, которая поддержала доллар против иены и снова позволила пае обосноваться надалеко от отметки 104 иены против американцев. Я думаю, что здесь мне стоит объяснять, почему это сильная цифра. Если вас интересует это, можете посмотреть, собственно, и прошлые вебинары, где мы неоднократно останавливались на вот этом мощном позитиве, который идет со стороны заявок на пособие по безработице. В принципе, продолжаем делать это каждый четверг. Не в четверг у нас обвалилось на 2%. Трейдеры связывают эту коррекционную динамику с фиксацией профита. Я абсолютно с этим согласен, потому что какого-либо серьезного фундамента не было. И в пятницу вышел отчет Baker Hughes по количеству нефтяных платформ в США. Прирост очередной, который доказывает тот факт, что мы смело можем ставить на то, что в первом квартале 2017 года дождемся дополнительных объемов производства со стороны США. И это станет еще одним фактором слабости для, собственно, котировок нефти. Из отчетов пятницы еще, пожалуй, стоит выделить данные по инфляции в Канаде. 0,1% в месячном выражении против прогноза 0,2 и 1,3% против прогноза 1,5% это годового выражения. То есть, комментарии Банка Канады о том, что инфляционные ожидания остаются низкими, подтвердились в фактической цифре. Действительно, слабые показатели по инфляции. Это еще не меньше 10% к вероятности того, что Банк Канады будет снижать процентную ставку. Результат, сами прекрасно видели, 1,3350 по паре USDCAD это еще не предел. Европейская валюта закрыла пятницу и по совместительству все недели еще на отметке 1,0885. Это практически минимум за много месяцев. Доллар японская иена чуть отступила от отметки 104, но все равно продолжает котироваться рядом с этим рубежом. Сегодня мы снова увидели, как пара пыталась закрепиться выше, но пока эта попытка не увенчалась успехом. Теперь предлагаю перейти к отчетам этой недели. Завтра у нас очень насыщенный день. Статистика по бизнес-оптимизму от ИФА. Но два важных отчета, прям по них давайте поговорим. Это выступление главы Банка Англии Марка Карни, который будет говорить про политические риски и последствия выхода из состава Европейского Союза. И выступление главы Европейского Центрального Банка Марио Драги. Завтра от того, что в очередной раз нам всем напомнят про те проблемы, с которыми столкнулась Англия, я ожидаю дополнительного давления, может быть даже очень серьезного на фонд. А от Драги я жду повторения того, что он отметил в прошлый четверг. То есть если еще раз будет отмечен комментарий того, что программа количественного смягчения сохранит свои объемы актуальными и дальше, то есть сроки также пока не будут пересматриваться. И Европейский Центральный Банк не будет даже не задумываться о том, чтобы раньше выйти из этого агрессивного экономического стимула. Все это будет воспринято в мягком ключе со стороны трейдеров и может стать причиной дополнительного давления на евро, которое, конечно же, сейчас нам необходимо, потому что хочется на волне общего, тотального такого недоверия к евро и повышенного спроса на двор добраться до нашей долгосрочной цели. Потому что очень долго мы уже ее ждем. В среду индекс потребительских цен в Австралии важный индикатор, потому что так же, как и по аналогии с Банком Канады, общий показатель инфляции является еще одним связующим звеном между спекуляциями на тему снижения процентной ставки и фактическим решением. Мы помним, что руководство Резервного банка Австралии в прошлый раз дало нам понять то, что при снижении инфляционных ожиданий вероятность снижения ставки будет увеличиваться. Я думаю, что инфляция реально снова снизилась, а значит, австралиец будет под давлением и, может быть, сможет добраться до нашей цели, которая была поставлена еще, по-моему, даже несколько кварталов назад. Это все-таки тестирование планки 0.75. По доллару индекс деловой активности в секторе услуга маркета и еще у нас статистика по нефти, по запасам. Как я уже отметил, логичное ожидание все-таки прироста запасов из-за сезонного закрытия нефтеперабатывающих заводов позволяет нам спекулировать на теме того, что эта статистика все-таки будет в том ключе, в котором мы ее хотим увидеть. И если запасы вырастут, то, учитывая повышенную реакцию трейдеров на статистику, которая публикуется в рамках каждой недели, чувствительность к этим отчетам, мы сможем получить дополнительный фундаментальный триггер для того, чтобы оставить котировки нефти. В противном случае бренд снова заручится поддержкой локального фундамента и продолжит консолидироваться рядом с текущими многомесячными хаями, которых, собственно, находятся и сейчас. В четверг в ВВП Англии заявки на пособие по безработице в США и заказы на товары длительного пользования. Поскольку в пятницу мы получили плохой отчет по роничным продажам, у нас есть ожидание того, что ВВП также будет хуже. Если статистика будет оправдана, то есть наши ожидания подтвердятся, то фунт может оказаться под давлением еще и локального фактора. А вот что касается данных по США, здесь я жду очередного прогресса, позитива, по крайней мере, с рынка труда. И если этот позитив, опять же, будет конвертирован в реальные цифры, хорошие, сильные макроэкономические отчеты, мы будем смело говорить о более высоких шансах на повышение процентной ставки. И в пятницу еще замыкает, собственно, статистику по США, будет отчет по ВВП. Пожалуй, с точки зрения релизов по значимости один из самых важных на этой неделе, потому что данные по ВВП, они, пожалуй, по своей значимости уступают только отчету по инфляции. Ну, с инфляцией мы уже вроде бы как разобрались, там был очевидный прирост до 1,5% в годовом выражении. Если еще и годовые данные по ВВП будут сигнализировать о сохранении вот этого оздоровительного вектора, тогда действительно скептиков среди колоссующих членов РС будет гораздо меньше, чем было на прошлом заседании. И больше будет позиций, и больше будет мнений в пользу того, что ставки нужно повышать по итогам декабрьского заседания. Еще у нас процентная ставка в России, но, судя по последним комментариям на Биулина, еще во время прошлого заседания, ставку, если и изменят, то не раньше, уже первого квартала 2017 года. Поэтому данное решение, скорее всего, пройдет незамеченным для рынка. Ну и отчет Baker Hughes по активным декабрьским платформам в США. Очередной прирост и очередные надежды на то, что они, точнее, роста количества платформ приведет к увеличению производства. Но мы это будем лицезреть только, опять же, в 2017 году. Копим новостной фон и копим факторы, которые должны стать определяющими для формирования коррекционного тренда по котировкам Brent и WTI. Ну и, конечно же, цели до конца недели. Евро доллар 1,0850, фунт против американца 1,21, USD на 104,5, австралийца против доллара 0,7550. Вот вижу вопрос от Евгения по поводу перспектив австралийца. Но если уж совсем все будет классно, к примеру, инфляция просеет гораздо сильнее, чем прогнозировалось, может быть, даже доберемся и до 0,75. Новозеландец 0,71 против доллара USDCAD. Все-таки, надеюсь, увидеть значение 1,34. На этом, собственно, все. Если есть вопросы, знайте, что можно задавать их либо в общий чат, либо в рубрику «Вопросы». С радостью на них отвечу. Так, жду вопросы.